Прямо на въезде в Старожилово стоит сказочная красота здания, будто со страниц волшебной книги. Постройка конца 19 века – конюшня барона фон Дервиза, чьи владения когда-то занимали почти весь населенный пункт. Сейчас это исторический памятник архитектуры федерального значения, который между тем в крайне плачевном состоянии. Он рушится буквально на глазах. И хотя пока здание конюшен используется по назначению, именно здесь базируется знаменитый Старожиловский конезавод. До весны 2017 года Министерство культуры, собственник помещения, приказало освободить его. Вот наш конспортивный манеж. Здесь проходит выездка, раньше проходили соревнования, новогодние представления. Назначение его – постоянная работа лошадей. В аварийном состоянии особенно манеж, да и конюшня примерно на 50% в аварийном состоянии. Ее срочно нужно капитально ремонтировать. 210 породистых лошадей. Обитатели этих стен сегодня находятся под угрозой. Среди них лучшие представители элитных пород, культивируемые уже не одно столетие. Кличка жеребца Атон. Вот он от Аргуана и Малеи. В его родословной три раза повторяется имя самой знаменитой спортивной лошади, значит, жеребца Апсен. Апсен был участником трех олимпиад. Главной гордостью Старожиловского конного завода всегда была русская верховая. Уникальная лошадь, созданная специально для высшей школы верховой езды. Для такого направления спорта, как выездка. Красивого и очень зрелищного. Меня интересует судьба нашей породы. Мы единственный конный завод, который разводит лошадей русской верховой породы. Эта порода является гордостью, являлась гордостью Российской империи. И в настоящее время одна из лучших спортивных пород современной России. Лошади этой породы, у них быстрее получается, они быстрее соображают других пород. А это экономит время спортсмена. Часть помещений уже не эксплуатируется в связи с аварийным состоянием. Рушится кровля в Манеже, где раньше организовывались спортивные соревнования и показательные выступления. То же самое можно было бы проводить и сейчас, тем самым привлечь потоки туристов к поселку. Тут не только же конюшня, тут же еще очень много зданий, построенные по проекту трех архитекторов. Значит, это, во-первых, Шехтель, во-вторых, Гримм и академик Красовский, который здесь построил церковь. Не каждый город это может. Вообще, оно сторожило само по себе. Как село уникальное, оно могло бы быть объектом туризма. С этим местом связано начало карьеры легендарного полководца маршала Георгия Жукова. Он здесь был назначен старшиной второго эскадрона. Пробыл здесь полгода. И, как и все, наши великие военачальники времен Великой Отечественной войны, командовал сначала кавалерийским эскадроном, а затем кавалерийским полком. История вообще сама по себе здесь уникальна. И потерять это было бы просто безответственно перед потомками. Несколько русских верховых служат в президентском конном полку. По словам Владимира Фролова, представители породы могли бы вполне заменить своих сородичей с иностранными корнями. Но пока никто не знает, как сложится судьба уникальной породы, славная история которой в настоящее время под угрозой завершится. Почему-то истории про лошадей всегда печальные. Мы надеемся, что этот раз станет исключением.